Полустертая надпись «Пляж, лесной пруд» и «Дамба» – это, пожалуй, единственное, что сегодня напоминает об этом когда-то любимейшем месте отдыха горожан. Тогда, в 80-х годах, за моей спиной простиралась водная гладь, плавали лодочки, вдоль берега шла полоса желтого чистого песка, и над всем этим возвышались сосны. Сосны остались, остальное кануло в лету. Пляж «Лесной пруд» проработал меньше 20 лет, ухудшилось качество воды. Воду спустили, на освободившемся месте сам по себе вырос настоящий лес. Александр, местный житель, говорит, люди стараются обходить это бывшее место отдыха стороной. Если сейчас под снегом все выглядит хорошо, то весной картина бывает малоприятная. В весеннее время здесь все разливается, и это стало болото заросшее. И вот эти все отходы, которые люди сюда свозят, и бытовые, и небытовые, оно все по весне, все весит от мусора, соответственно, по реке Барнаулки спускается дальше по течению. Выше по течению подтверждение груды строительного мусора. Место укромное, чем пользуются злоумышленники. Но, похоже, история вышла на новый уровень. В мэрии уже обсуждают создание искусственного земельного участка на месте лесного пруда. В рабочую группу вошли чиновники города и Минприроды, а также градостроители. Накануне прошло первое заседание. Инвестор рассказал о проекте и обозначил возможный ход его реализации. По его словам, помимо жилых домов, здесь появятся школа, детские сады, поликлиника и набережная. Обсудив проект, предложенный к реализации, члены рабочей группы предложили организовать его широкое обсуждение. В том числе рассмотреть его на заседаниях градостроительного совета и общественной палаты города Барнаула. Представить общественности. И это все подробности в мэрии от комментариев пока отказываются. Более подробно о прошлом и возможном будущем лесного пруда мы расскажем в ближайшее время. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.